МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лично Николай Михайлович пригласил в наш город, но сейчас мы все выясним, конечно же, причем, да, человек со множеством званий и регалий, мы тут не успеем, конечно, все это озвучить, но представим следующим образом. Сергей Филатов, член Союза журналистов России, преподаватель кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений, блогер, журналист, международник. Добрый день, Сергей Владимирович. Добрый день. Вот мы как-то, да, не успели серьезно так подготовиться к эфиру, и как-то вот все это я прокручивал лично в голове, международная журналистика, это что-то такое далекое от нашего города, да, и об этом не задумываешься. Да я об этом же подумал, город Киров, так сказать, не граничит ни с одним заграничным государством, условно говоря, да. У нас там поездка в Москву, и то, как визит за границу, да, готовятся люди к этому три месяца порой. И вдруг такой к нам международник, вот такое ощущение, что то ли здесь что-то случится теперь, а мы об этом не знаем. Ну и надо сказать, да, что встреча с Сергеем Филатовым будет в библиотеке имени Герцена 17 ноября в 15 часов. И там, собственно, темы для обсуждения заявлены современной международной журналистикой. Николай Михайлович, поясните, почему такого вот почетного гостя к нам пригласили? Судьба нас свела давно с Сергеем Владимировичем, когда он стал и был, и работал очень активно главным редактором газеты ТОВ, ТОВ. Он великолепно понимает, что информация это многое. Если не все, то очень многое. Вовремя죠. Информацию о деятельности той или иной организации, в том числе и прежде всего такой серьезной, крупной, как ТОВ России, это достаточно актуально. Обменяться опытом, показать позитив, покритиковать, в том числе слегка покритивать правительство России. И все это надо уметь. Вот мы тогда познакомились, подружились. И сегодня эта дружба переслала, как новое отношение. Он сегодня в другом амплуа выступает. Но он постоянно вспоминает меня. Я не удивляюсь. Добрым словом. Добрым. Надо было у Сергея Владимировича спросить. Когда он меня приглашает на, скажем, эфир, интернет-портал Международной жизни. И я еду с удовольствием. Потому что у меня шанс рассказать Международную жизнь Кировского области, Северского края. Что мы? Мы далеко. У нас нет границы с иностранным государством. У нас даже в море-то никакого нет. Но у нас партнерские отношения. И это важно знать, где мы живем. А то, что сегодня, скажем, там Сирия, Ливан, другие государства от нас далеки. Мы сегодня под центральным каналом телевидения увидим, что они рядом с нами. В виртуальном пространстве. А почему это важно? Я вот сам не все понимаю. Зачем нам нужна Сирия? А он знает. А что касается международных связей Вятко-торгово-промышленной палаты напомнить, они существуют вообще? Да нет. Ну, они весьма скромные, так сказать. Конечно, весьма. Ну, там же предприятия-то многие работают. Работают активно. Взять тоже красный якорь, допустим. Весьма активно. Весьма, так сказать, хорошо. Боеви-то работают. И по лесу, и по химии, так сказать. Тут мы работаем. Вот об этом я рассказывал. И я не хочу, так сказать, забирать хлеб Сергея Владимировича, но по нашему предложению он поддержал проект «Единиство ферральное издание». Заметим. Поддержала проект «Кругосветка» наших ребят. А, наших сумасшедших шляпников. Шляпских поля. Да. Единственный. И когда они пришли второй раз, Азия и Кавказ. И, заметим, все это совпадает с политикой государства российского. Заметим, они пошли в эту «Кругосветку» во время, в период введения санкций против России. И вот политики одно. А люди-то живущие в странах, в разных странах вокруг мира. Это не совсем то, что политики. Вот как раз это народная дипломатия. И как только я эту фразу произнес, Сергей сказал, это наше. Это нам надо. Да, безусловно. Вот сейчас уже понятно, в чем связь Вятки, Кирова, Торгово-промышленные палаты, международные журналистики. Еще предкрою. Кроме журналистики, когда мне Сергей, он работал в Тунисе, первым секретарем посольства, помог, да? Нет, первым секретарем посольства я работал в Сенегаде. В Тунисе я был корреспондентом «Правда». Корреспондентом газеты «Правда». И когда он мне рассказал о своей находке, он там нашел женщину, ее имя Анастасия, которая, будучи 6 или 7 лет возраст у нее был, она с последней эскадрой старой России ушла из Севастополя. У нее командир корабля из Севастополя. Она перенесла клиническую смерть, и после этого вернулась ясная память. Она все помнит. Название кораблей, имена командиров, и что там было. И когда мне рассказал и показал, фильм же снят, этот фильм получил премию Ника. Да. Сергей, он как раз лауреат. В 2009 году. И когда он показал, и когда показывают кадры, когда российские матросы, единственные, кто имеет право сегодня наступить на землю Туниса с оружием и дать ЦАЛП, это наши матросы. В память о той эскадре. Знаете, вот у меня мужская слеза, она потекла по моей щеке. Знаете, вот это потрясающий человек, он здесь с нами. Сергей Владимирович, да, цель вашего визита, что вы хотите донести при встрече? У тебя вопрос вообще, как знаешь, как в таможне, цель вашего прибыли, цель вашего визита. Готов ответить. Дело в том, что благодаря Николаю Михайловичу, Вятка для меня стала первым городом России по количеству моих приездов. Поначалу был Красноярск, вот сейчас Вятка вышла на первое место. Мы с Николаем Михайловичем... Поближе от столицы. Ну да, по нашему городу. Добираться проще. Познакомились как раз в начале нулевых годов, когда я пришел на работу в торгово-промышленную палату, главным редактором торгово-промышленных ведомостей. Николай Михайлович меня, по-моему, в первый год моей работы сюда пригласил. Мы с ним подружились, давно уже перешли на «ты». И вот я каждый год приезжаю в Вятку. Сейчас цель раскрыть моего приезда. Приехал поздравить Николая Михайловича. У него завтра 70 лет. И мы присоединяемся. Ну, мы как бы хотели это отдельно сделать. Ну, что же делать. Вы хотели это напоследок наслаждаться. Да, рады. Николай Михайлович. С юбилеем. С юбилеем. С юбилеем. Добра рождения. Спасибо. Всех благ и долгих-долгих лет, конечно же. Творчества, сил и так далее. Ну, на 5-то лет точно. Да, продолжаем. Но дело в том, что мы с ним постоянно в контакте. И вот эта вот программа ваших замечательных шляпников «С мира по шляпе», она дважды получила, ну, если хотите, поддержку информационную на нашем сайте журнала «Международная жизнь», где я сейчас работаю. И достаточно много читателей все это дело посмотрело как раз под рубрикой «Народная дипломатия». Поэтому то, что ребята ваши делают вот на этом направлении, оно очень интересно, ярко. Они же не только материалы прислали, но и массу фотографий, и все это, и фоторепортажи были опубликованы. Так что это часть нашего сотрудничества, безусловно, потому что я очень люблю «Вятку» и хочу, ну, как можно больше со своей стороны сделать для того, чтобы «Вятка» звучала. И вот с того приезда, с 2002 года, если я не ошибаюсь, каждый год я здесь у вас, вижу, как город развивается. Могу сказать интересную одну вещь. Во втором году мы на машине носились по городу совершенно спокойно. В 2002-м были. А в 2006-м и 2007-м году уже появились пробки. Пробочки. Да, и уже так не поездишь. Это вот одно из наблюдений. Но мы тоже замечаем, что автомобилизация тут у нас шагает семимильными, да, этими шагами. Ну и слава богу. Поэтому «Вятки» я здесь вот по поводу праздника Николая Михайловича, но вот мы не расстаемся уже 15 лет, и я надеюсь, что еще долгие годы будем не расставаться. А в палате торгово-промышленной, где я был руководителем газеты, мы старались показывать все регионы России, как они работают, как развиваются, как поднимаются. Все-таки торгово-промышленная палата, система палат, это больше 160 палат во всех регионах. И одна из задач газеты было установление горизонтальных связей. Вот я не знаю, как Николай Михайлович это чувствовал или нет, но я просто помню, как мне звонили руководители палат, скажем, с Урала, и говорили, слушай, мы хотели вот как раз эту тему поднять, а прочитали, как наши коллеги в другом регионе эту тему решили и взяли себе на вооружение. Вот чем мы старались заниматься, то есть показать лучший опыт, сделать горизонтальные связи между разными палатами, потому что руководители палат встречаются не так часто, обычно в Москве, так сказать, на больших конференциях, а вот в текущей работе, благодаря газете, некоторые вещи удавалось решать. Моя оценка, вот самое важное, что мы сделали в газете, я там больше 8 лет работал, мы запустили приложение торгово-промышленной ведомости ТПВ регион. Так много было материалов из регионов России, ребята хотели рассказать о своей работе. Когда мы делали первый номер в 2001 году, если не ошибаюсь, было только 3 пресс-службы в торгово-промышленных палатах России, одна из них вот здесь, в Вятке. Когда я уже оставлял пост руководителя газеты, вот спустя 8 или 9 лет было 100 пресс-служб. То есть людей подтянули к газете, подтянули к сайту палаты, вызвали интерес работы, и многие руководители палат, ну не все, конечно, из 170 примерно 100 было пресс-служб, но все равно это очень много. И вот на постоянной основе мы получали материалы со всей страны, вот от этих 100 пресс-служб. Газета уже была просто переполнена этими материалами и начали делать приложение ТПВ регион. И я думаю, что это одно из самых больших достижений газеты, потому что мы подняли вот то, чем страна живет. Оно существует до сих пор? Вы знаете... Региональная жизнь палаты освещается? Газета сейчас не выходит, но выходит достаточно раскрученный интернет-сайт палаты, где вот это все продолжается. И более того, появился интерес руководителей палат в разных регионах к информационной работе. И появились собственные сайты, появились собственные издания. Вот здесь, например, журнал «Меркурий», один из лучших журналов системы палат. Сколько раз он получил приз лучшего журнала системы палат? По-моему, 5 или 6? Ну, это не в этом дело. Так, ясно. Николай Михайлович еще тут бился, короче. Поэтому журнал великолепный совершенно. И вот эту тенденцию рассказывать о своей работе, вот она выросла просто на моих глазах. Как-то люди скромно себя вели, хотя очень много делал в регионах. А потом, в начале нулевых годов, все это стало развиваться. Информационная работа палат. И то, что мы внесли свой вклад, я, конечно, очень доволен и ценю отношения моих коллег из регионов, которые пару раз в год из многих регионов мне звонят. Это на день журналиста 13 января и на день моего рождения. И это очень приятно. 31 января. Да, и это очень приятно. Хотя из палаты, видите, я давно ушел, перешел в журнал «Международная жизнь». Но, тем не менее, связи поддерживаем. И вот то, что я сегодня здесь, это тоже благодаря торгово-промышленной палате. Вот наша дружба с Николаем Михайловичем тогда зародилась. И сейчас очень крепка. Сейчас у нас небольшая пауза будет, и скоро мы продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях Николай Лепатников, президент «Авиатской торгово-промышленной палаты», и Сергей Филатов, член Союза журналистов России, преподаватель кафедры международной журналистики, МГИМО, блогер, журналист-международник. Итак, ну, хотелось бы нам знать все-таки, да, что в настоящее время собой международная журналистика-то представляет. И ограничивается ли она теми сюжетами, репортажами, которые по центральному телевидению выходят на радио? И насколько это соответствует канонам журналистики? В советские времена каждая редакция крупная, центральных газет, журналов даже, имела сеть корреспондентов. «Правда», «Известие», «ТАСС», естественно, «АБН», «Телевидение», «Радио», «Журнал «Азиафрика сегодня» и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я так полагаю, на круг несколько сот корреспондентов работали во всех странах мира. Потом эта система рухнула. После того, как Советского Союза не стало, вы помните эти времена, когда люди начали интересоваться, прежде всего, как выжить своей жизнью. И что там происходит в Палестине, что там происходит в Соединенных Штатах, даже в Париже, мало кого интересовало. И в 90-е годы, если вспомнить вот те репортажи даже на телевидении, из Парижа рассказывали про дофиле, а не про политику Франции. Из Нью-Йорка что-то легкое такое. Да, стоял человек, значит, по колено в снегу и говорил, что вот Нью-Йорк завалило гигантским снегопадом. Тоже никакой политики. И по моим наблюдениям политика вернулась, когда началась арабская весна в 2011 году. Вот тогда все увидели, как разносят в пухи перья, значит, Ближний Восток. Это начало вызывать очень большой интерес, и международная журналистика тогда фактически вернулась. Она была, ну, как бы вам сказать, в коматозном состоянии, я имею в виду как профессия международная журналистика. Вот все эти годы, с начала 90-х по начало 10-х годов. То есть 20 лет вычеркнуто. А сами журналисты, это сами кадры, они были переориентированы на что-то другое, либо они вообще исчезли? Новых кадров не появлялось. Не появлялось. То есть работали в факультете журналистики, но молодежи работать было негде. Все, международные отделы были закрыты, карпункты были закрыты. Началось вот то самое, как бы вам сказать, коматозное состояние международной журналистики, которое 20 лет, во-первых, выкосило кадры старые, просто люди ушли из жизни, и новые кадры не пришли. И вот сейчас, как раз, когда я преподаю в МГИМО на факультете журналистики, я вижу, как растет молодежь, и что у них теперь огромный выбор мест работы. Прежде всего, связанный с интернетом. Вот выпускники нашего факультета, конечно, не все, но очень многие идут не только в крупные газеты, типа «Коммерсант» или «Комсомолка», где еще сохранились международные отделы, но прежде всего в интернет-журналистику. И идут уже, понимая, что у них есть рабочее место, потому что есть востребованность к международной информации, которая, я не знаю, может быть, вы вспомните, что в начале нулевых, ну, до того, как пали башни-близнецы там в Нью-Йорке, особого интереса к иностранным делам не было. Надо было дома, так сказать, наводить порядок и подниматься после кризиса. А вот сейчас уже международные дела пошли на первом месте. Нет, ну тогда, кстати, вот все-таки вы говорите насчет того, да, нашей журналистики не было, но СНН у нас показывал, там «Евроньюз» у нас шел по телевизионным каналам, то есть мы просто видели политическую журналистику, но не свою. Тогда, я вам клянусь, в нулевые годы я думал, а что писать про Ближний Восток? Ну да, Палестино-Израильский конфликт и все. А в 2011 году, после начала арабской весны, сейчас только успеваешь поворачиваться, о чем писать? И не только здесь, и не только на Ближнем Востоке. С американцами очень интересные вещи происходят. В Европе, ну подождите, Европа давным-давно не была на первых полосах газет и журналов, и телевидения в первых, так сказать, подачи новостей. По одной простой причине, там ничего не происходило. Было сонно, сыто и спокойно. Сейчас Европу трясет, там кризис. То же самое Китай вел себя достаточно тихо, сейчас Китай распрямил плечи, масса информации, масса тем, о которых можно писать по Китаю. И так далее, и так далее, и так далее. Вот с другой стороны, людям жить от этого не легче. Особенно на Ближнем Востоке, там уже могил столько, земли не хватает, народ хоронить. Огромное количество потерь вот от этой арабской весны убитых. А с другой стороны, журналистике, вот каждый день какие-то информационные поводы, есть возможность высказаться, рассказать людям о том, что там происходит. Поэтому вот вышла из комы международная журналистика сейчас, благодаря вот этим, к сожалению, трагическим событиям на Ближнем Востоке. И то, что мир сейчас начинает трясти, вы видите хотя бы по тематике программ телевизионных. Каждый день и первый, и второй каналы, и НТВ, и ТВЦ, ну я имею в виду центральные каналы, они посвящают час, а то и два разбору международных событий. Зачастую начинаются выпуски новостные именно с этих событий. То есть международная журналистика вернулась. И молодежь, которая получает дипломы журфака, она уже знает, что работа для нее будет. Чего не было в 90-е годы. Насколько объективна сейчас, на ваш взгляд, международная журналистика? То, как преподносится происходящее. Дело в том, что у нас демократия, плюрализм и многоголосие. И поэтому, я не буду называть редакцию, но одно и то же событие в одной редакции под одним углом видят, а в другой под другим. Поэтому я студентам говорю, ребята, вы можете работать в изданиях левого направления, правого направления, центрийского направления, но вы должны давать объективную информацию. Потом вы прокомментируете, потом. Но сначала дайте факты. И вот сейчас то, что в Соединенных Штатах начало развиваться вот это движение борьбы с фейк-ньюс, который Трамп начал называть фейк-ньюс, то есть ложные новости, это тоже новое направление в международной журналистике, когда мне приходится перепроверять из разных источников, было ли это заявление, был ли этот факт. Но до смешного дела доходит. Да к нам и тем же сам приходится заниматься. Понимаете? Но это общее правило. Это общее правило. Да, то есть идет отсебятина. Человек этого, какой-то известный международный деятель этого не говорил. От его лица эта цитата вбрасывается. Потом приходится перепроверять. Я несколько раз на этом, так сказать, себя останавливал, что это не стал цитировать, потому что этого не было сказано. Но тем не менее в других изданиях все это звучит открытым текстом. Вот это крайне важно. И крайне важно, безусловно, перепроверять, было или не было. Вот смотрите, сейчас идет скандал по поводу химической атаки на территории Сирии, которая была несколько месяцев назад, обвинили сирийцев. Сегодня в Совете Безопасности обсуждался этот вопрос. Наши говорят, так вы пошлите туда делегацию специалистов, пусть на месте проверят. Нет, мы из Парижа будем проверять. Нам с места сообщили, что это вот так вот. Что это виноват авиация Асада. Идет уже политическая борьба, в том числе через информационную работу. Вот надо обвинить либо Асада, либо Россию на Западе. И это воспринимается как, ну, как бы вам сказать, некритично. Никто не собирается перепроверять факты. Это тоже большая проблема сегодняшней журналистики. Я вам клянусь, что 10 лет никто фейк-ньюс ни о чем не говорил. Сейчас это чуть ли не ежедневный термин. Сергей Владимирович, ну вообще сейчас такой термин информационная война. Да. Вот как бы даже есть такое понимание, что как таковой уже не будет информационная война, она как бы все и решит. Так ли это? Безусловно, по одной простой причине. Бомбами никто кидаться не будет, потому что это конец цивилизации на земле. Шарик расколется. Значит, но свои интересы надо отыгрывать. Поэтому переходит к такой бескровной войне в информационном пространстве. Между прочим, информационная война против Советского Союза велась очень эффективно. И падение Союза в 91-м году это в том числе результат информационной войны. Часть так называемой холодной войны. Да, безусловно. Холодная война, она в принципе и есть информационная война. Но теперь есть очень интересный момент. Если раньше информационная война велась против противника, то сейчас она ведется против собственного населения на Западе. Это как? Вот смотрите. Западная публика раньше имела более-менее объективную картину происходящего в мире. А сейчас информационные потоки обращены на собственное население, чтобы оно было под влиянием именно тех идей, которые закладывают им в голову. Но это только западная или наша тоже? Вот можно такой вопрос задать? Значит, я вам могу сказать честно. Студенты мне задают этот вопрос. Я говорю, вы должны заниматься не прослушиванием всего того, что происходит, поскольку у нас тоже есть разные политические оценки и разные политические взгляды в отношении тех или иных международных событий. Работайте с фактурой. Более того, найдите в интернете адекватные источники, которым вы доверяете и по которым нет рекламации, то есть нет опровержения того, что они сообщают. У меня есть такие источники. Я телек не смотрю. Аналогично могу за тебя сказать. Я просто-напросто ищу фактуру на наших сайтах, на иностранных сайтах. И эта фактура мне достаточно для того, чтобы писать материалы, когда я могу через пять лет ссылаться на свой материал пятилетней давности. Это я достаточно часто делаю, потому что какую-то историю рассказываю с читателем, с анализом. А потом, чтобы не повторяться, я вот об этом писал 3-4-5 лет назад. И, честно говоря, есть профессиональная гордость, что тогда я не накосячил. Написал адекватно, написал правильно. Так вот, по поводу информационной войны дальше. И вот сейчас в Европе проводят опросы общественного мнения. Кто победил во Второй мировой войне? Ну, слушайте, американцы, оказывается, брали Берлин, и это больше 50% в Европе считают так. Мне кажется, 20 лет назад, например, так же было. Но это не совсем новость, я бы сказал. Да, не совсем новость. По-моему, на закате Советского Союза нам такие цифры тоже приводили, что искажается история. Я привожу этот пример для того, чтобы продемонстрировать, как идет работа уже не против, скажем, населения России, или как велась работа против населения бывшего Советского Союза, а как они собственным населением работают. Вот те самые фейк-ньюс. И вот это новый элемент информационной войны. Это если с теоретической точки зрения посмотреть, вот просто как структурировано все. У нас сейчас будет небольшая реклама. Я напомню, что мы беседуем сегодня с Сергеем Филатовым, членом Союза журналистов России, преподавателем кафедры международной журналистики МГИМО, журналистом-международником, блогером. И еще наш гость Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Собственно, по приглашению нашей торгово-промышленной палаты Сергей Владимирович к нам и приехал. Пауза небольшая. Продолжается программа «Дневной разворот», и мы продолжаем беседовать с нашими гостями. Вопрос у нас следующий. Да, вопрос у меня к Сергею Владимировичу Филатову. Смотрите, Сергей Владимирович, в одной из двух статей написано, что как бы вот иностранные вот эти вот как раз пропагандисты работают так, что как бы вот надо их послушать и повернуться на 180 градусов, да? То есть они нам показывают смотреть туда, надо повернуться и посмотреть обратно. Но у меня такое впечатление возникло, что наши пропагандисты работают точно по этому самому рецепту. И отчасти поэтому у нас много сюжетов по телевидению, посвященных иностранным делам, тем, что происходит, тому, что происходит за нашими границами. В то время как у нас проблем тоже довольно-таки много, но они таким образом уходят на задний план. Так ли это? Безусловно, но еще раз хочу повторить, у нас утрачена шкала ценностей, причем давно. Что такое плюс и что такое минус, разные люди видят по-разному. Что такое белое, что такое черное, разные люди видят по-разному. Что такое хорошо, что такое плохо, после Маяковского никто больше не объясняет детям, что такое хорошо, что такое плохо. У меня со студентами разговор. А вот на что ориентироваться, потому что плюрализм мнений и все правы по-своему. И переубедить кого-то чрезвычайно сложно, если я болею за «Динамо», а кто-то за «Спартак». А кто-то за «ЦСК», а кто-то за «Торпеда». Но все вы любите футбол. Да, это конца слов. Мне никто не докажет, что моя любимая команда хуже, чем его любимая команда. Но вот сейчас то же самое в политике. Очень трудно кого-то переубедить. И в связи с тем, что каждый держит свою политическую позицию, и все это приветствуется, потому что это многоголосие, многообразие, нет единомыслия. В результате каждый со своей политической позиции оценивает и российские дела, и международные дела. И поэтому получается, что надо на факты смотреть, а не на комментарии. А комментариев чрезвычайно много. Ну, вы видите эти самые телевизионные программы. Я почему их знаю? Я иногда в них участвую. Вот в больших студиях и на Первом, и на Четвертом канале. Там именно многоголосие. И после того, как я ухожу из студии, я не понимаю, а что зритель вынес из этой программы. Я высказываю свое, кто-то высказывает. Противоположное мнение, все, поговорили. И это каждый день происходит. В результате вот утрата шкалы ценностей, на мой взгляд, это чрезвычайно большая проблема. Да, у нас запрещено в Конституции государственная идеология. Статья номер 13 Конституции. Но мои студенты меня спрашивают, а на что ориентироваться? Я долго думал, а потом сказал им простую вещь. Ну, хотя бы на 10 заповедей. Вот это пока никто не оправил. Только на общие моральные нормы. На общие моральные нормы. И еще вот такой вопрос. Вот вы тоже говорили, что вот и там и Париж не поехали, и из Парижа в Сирию проверяете все. А вы же вот говорите, что надо ориентироваться на определенные интернет-источники, которые вызывают доверие. Материалы ваши в основном аналитические. А вот самому поехать в эти горячие точки хочется или ездите? Ну, во-первых, я периодически туда езжу. Вот. С возрастом уже не так часто, как раньше. А так, ну, я как-то подсчитывал, больше 40 стран объездил. Иногда коротко, иногда вот долго где работал. Потому что на Арабском Востоке 30 лет достаточно плотно работал. Но, понимаете, и когда ты ездишь и видишь, что там происходит одно здесь, другое, можешь сравнить. И когда я слышу, скажем, в нашей родной стране, так как у нас нигде нет, у нас совсем все не так. Ребята, поезжайте в те страны и посмотрите, и потом вы еще больше будете любить Россию. Потому что там совсем не так. Но с точки зрения вот горячих точек, могу сказать, что приходилось бы... Нет, до Сирии я еще не доехал. Но, скажем, в африканских странах было горячее. У меня просто много материалов по Сирии, я почему-то переспросил как бы. Ну, информации оттуда полно. И, скорее, я по Сирии даю материалы, как бы вам сказать, аналитические. Ну, тебе об этом прогрошу, аналитики, да. А из Ливии я давал репортажи с места, когда Ливию бомбили, и у Каддафи было в бункере. То есть много чего было. Но вот что касается подачи материалов, конечно, если ты работаешь на месте... Ну, вот я был на Тахрире в Каире, когда там все разносили в клочья. Вот эта арабская весна в центре Каира. Видел своими глазами, даже и публикал фотографии прямо с этой площади, вот там, где народ бесновался. Это репортажная работа. А когда ты находишься в Москве, то ты в основном берешь именно проверенную информацию. Я уже отобрал себе несколько сайтов международных и наших, где не было проколов с точки зрения лжи, подтасовок и так далее. И основываясь на ней, основываясь на контакте с людьми, потому что с очень многими приходится общаться. Основываясь на опыте своих поездок туда-сюда, командировок. Вот это все и делаешь. И я вам могу сказать, что одна из проблем, с которой я столкнулся уже, когда пришел на работу в журнал «Международная жизнь», международников не так много и пришлось учиться другой тематике. Я вот не стыжусь, это говорю с большим удовольствием. Если я профессиональный американист и полжизни проработал на Ближнем Востоке, сейчас в связи с тем, что не так много авторов, которые остались, так сказать, с тех пор, приходится заниматься и другой тематикой. Но это обучение. Вот «Век живи, век учись» и я очень рад этому. И хочу, если кому-то это интересно, чтобы в эфире услышали. Вот каждую неделю я веду видеопрограммы в журнале «Международная жизнь». «Что происходит» называется в вашей передаче. Да, «Что происходит». Она вывешивается раз в неделю. Приходят самые разные гости. Вот Николай Михайлович, мы с ним говорили о международной жизни Вятского края. Но на прошлой неделе у меня был человек, о котором мы говорили, о Колумбии. Значит, был человек по Ближнему Востоку, приходят суперэксперты. Поэтому у меня сегодня Колумбия, завтра Китай. Был съезд Китая, тоже это обсуждали. И я готовлюсь к каждой программе, чтобы не выглядеть некомпетентным перед глаза в глаза суперспециалиста, который приходит. И вот эта вот учеба самостоятельная, она чрезвычайно важна. И поэтому, когда ты понимаешь, что происходит в одном регионе мира, сравниваешь с другим регионом мира, получается вот такая объемная картина происходящего на шарике земном. Я студентам говорю, посмотрите на земной шар со стороны Луны. Такие фотографии есть. И сразу все связи становятся очень короткие и понятные. А есть вот такая вот, как бы вам сказать, не то что опасность, но есть такая особенность, если ты очень хорошо знаешь какую-то проблему. Помните, как у Казьмы Пруткова? Урский специалист подобен флюсу. Подобен флюсу, абсолютно точно. Полнотура воды сторонняя. Вот я стараюсь от этого уйти, чтобы понимать, если китайцы с американцами что-то делают, как это отразится на нас, скажем, или на Европе. И тогда, получается, интересные аналитические работы. Это не значит, что я там абсолютно прав во всем. Но, с другой стороны, я могу это цитировать, что те оценки, которые были сделаны несколько лет назад, они до сих пор работают. Сергей Владимирович, еще один вопрос. Вопрос в тему. Вы как бы говорите. Дело в том, что считается так, что внешнее ведомство, вообще Министерство национального дела, дипломатия, такая вещь довольно-таки закрыта. Но, считаешь, у вас такое ощущение, что у вас есть очень хорошая информация из этих ведомств. Так ли это? Или это просто вот вы так аналитически доходите до чего-то? Это хороший вопрос. Можно следующий? Хорошо понял. Владимир, твой. Да, я хотел спросить о том, на ваш взгляд, какую роль все-таки играет международная журналистика в формировании у жителей страны нашей отношения к происходящему за границами нашего государства? Вы говорите своим студентам, что ребята, вы несете большую ответственность за весь наш народ, как он будет представлять себе такую картину целую до мира и как относиться к каждому конкретному человеку, к представителю другой национальности. Вот смотрите, я немножко издалека начну. У меня на блоге больше двух миллионов читателей. Но основные читатели пришли, когда не было в благосфере и по телевизору раскручены вот эти международные дела. Я с 2011 года начал заниматься каждый день события с Ближнего Востока, потом начались украинские события, тоже каждый день я давал обзоры, потому что это никто не делал. Когда это пошло уже по другим средствам массовой информации, и особенно блогеры подключились. Слушайте, есть один из очень интересных интернет-порталов, называется «Континенталист». Так вот, когда он начинался, я был там по посещаемости на 19-м месте, сейчас уже на 140-м. Огромное количество людей начало писать на международные темы. Правильно, неправильно, но вот это стало интересным. И люди, которые никакого отношения, насколько я понимаю, не имеют к международной журналистике, стали высказывать свое мнение по поводу вот этой событий международной жизни. И поэтому сама международная журналистика сейчас разрослась до уровня благосферы. И совершенно не обязательно, что профессиональные международники занимаются подготовкой этих материалов. Потому что у человека есть мнение, он его желает высказать, опубликовать. И если раньше читали центральные газеты и смотрели центральное телевидение, то сейчас, скажем, международную панораму. Да, мнение центральной прессы не самое главное для большой публики. Ну, я телевидение не беру, скажем, газеты или интернет-порталы. Многие интернет-порталы, где печатается международная информация, значительно более раскручены, чем интернет-порталы центральной прессы, Ну, который освещает международные события. Понимаете? И это тоже новый элемент в развитии международной журналистики, когда туда приходят люди без специфического образования. Вот им интересно, и они пишут, и никто их не редактирует, никто им не закрывает дорогу, пожалуйста. Ну, может быть, это значит, что и готовить не надо журналистов-международников. А я вам объясню, почему надо готовить журналистов-международников. Потому что помимо классических журналистских приемов, ну, вот у меня мастер-классы, я людям объясняю, молодым, чем отличается, скажем, интервью от репортажа, ну и так далее, все эти жанры. А вот базовые вещи по каким-то странам надо знать. Надо знать базовые вещи по экономике мировой. Это тоже чрезвычайно важно. Когда я вижу, что вместо миллиардов пишут миллионы, у меня это грусть вызывает, это дезинформация очень многих людей. Ну и так далее, и так далее. То есть базу нужно иметь. Другое дело, если человек уже в возрасте опытный и считает, что он может писать, но он не информацию дает о своей оценке. Вот что в благосфере происходит. Вот я никогда, грубо говоря, не занимался Латинской Америкой, но я как автор начинаю высказывать свое мнение про Латинскую Америку. И если не специалист все это читает, он воспринимает это за чистую монету. Поэтому вот такие вот вещи профессионал, международник, не может себе позволить. Я никогда не буду писать о том, чего я не знаю. А вот это я со стороны другого человека, который хотел бы высказать про Китай, про Америку, ни разу там не побывав и только отраженной информацией питаясь. Вот это уже проблема. Но опять же, я говорю, вот это многоголосие, которое сейчас возникает, проверяется только одним. День за днем следи, если этот источник информации дает неправильную информацию, косяки, ложную информацию, фейк-ньюс, я его просто вычеркиваю, больше не трачу время на знакомство с его новостями. А каков объем вот таких высказывающихся, именно допускающих неточности и формирующих какую-то негативную точку зрения? Я могу сказать совершенно точно, что я уже три сайта выкинул, информационных, международных, которые были у меня отложены в закладках. Я вижу, что там косяки начались. Все, я уже не стал тратить время на их чтение. А с другой стороны, у меня есть несколько сайтов, как я уже сказал, которые дают вот уже из года в год абсолютно адекватную международную информацию без ложных новостей. Опять же, понимаете, вы профессионал, да, то есть вы этим занимаетесь, профессиональный человек, ну скажем так, обычный. Он ведь, у него нет времени разобраться, какой источник, достойный его там, который нет, который говорит... Отсутствуют фильтры вообще, да? Фильтры, он же не очень не может разбираться в этом. А это я отвечаю на ваш вопрос, почему надо все-таки заканчивать факультет международной журналистики, чтобы какие-то вот эти вещи знать и чувствовать. Я студентам говорю, ребята, все запомнить нельзя, все знать невозможно. Но после института вы должны представлять перед вами, скажем, полку книг, гигантские полки книг, и вы должны знать, на какой полке какая книга лежит, чтобы вы из этой книги извлекли необходимую вам информацию для вот этого участка работы. То есть общая картина. Но, как говорится, институт дает видение мира. И это уже образование, это уже высшее образование. Минута, полминуты остается. Все-таки ваши прогнозы по развитию международной журналистики. Я знаю, что многие как-то так пессимистично настроены. Что может все-таки схлопнуться, свернуться в связи с тем, что... Тут еще один момент, который мы сегодня не говорили. Люди начали ездить по миру. Границы открыты. Езжай куда хочешь. Хочешь в Доминикану, хочешь на Лаврики, хочешь в Соединенные Штаты, хочешь в Европу, хочешь в Китай. Куда хочешь. И уже видно своими глазами, что там происходит. Я, например, прекрасно знаю, что на Ближний Восток в связи с этой войной резко упал турпоток. Ну, то есть люди могут купить путевку и поехать в Тунис или в Египет, но они не едут. Почему? Потому что они без всякой международной журналистики уже знают, что там происходит. Что там небезопасно. Поэтому это тоже элемент новой вот этого открытой границы, когда любой человек может поехать куда хочет и посмотреть, что там происходит. И, может быть, потом он даже будет интересоваться международной журналистикой в отношении той или иной страны, того или иного места, где он был. Поэтому, а в принципе, вот еще раз возвращаюсь к этой идее отсутствия ориентиров. С одной стороны, это все хорошо, демократия, плеврализм. А с другой стороны, вот когда, как Флюгер начинает, значит, читатель носиться между разными источниками информации, не может собрать, где же правда, потому что каждый под своим углом освещает эти события. И вот это реальная проблема. Но, как Шекспир писал, ничто не вечно под луной, видимо, и потом это изменится. Спасибо вам большое, Сергей Филатов, журналист-международник, преподаватель кафедры международной журналистики, МГИМО, блогер и так далее, и так далее. Я думаю, что много слушателей сегодня заинтересовалось вашей личностью. Без труда, без проблем можно найти более подробную информацию о вас в интернете, в том числе и программу, что происходит, посмотрите ваши блоги, почитайте, и так далее, и так далее. Спасибо. И еще один наш гость, Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Спасибо, до свидания. Спасибо за приглашение.